Мы на месте. Мы приостим Ольгу. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. Она показывает на себя, она доверит. У нее руки и ноги. В общем, она стоит как кокон, как накидка. Снизу она красная, и она жгет. И руки, и ладошки жгут у нее, она дует на них. А сверху прозрачный этот кокон. Подсвечиваю полностью всю эту подключку. Скэнер просканирую сейчас Ольгу. Отключи эту конструкцию, выведи ее полностью из биополя. Подсвечиваются все чипы, датчики, импланты. Скэнер их видит, выводит это все. И как все выйдет, отправляю в клетку-тюрьму. Оно вышло все, и оно такой красной пламенной воронкой сейчас крутится в клетке. Отлично. Выстраиваю от этой воронки канал к ответственным, притягиваю в клетку-тюрьму. Стоит в клетке-тюрьме. Здесь красный дракон. Ставлю маячок. Зеленый-красный над клеткой. Если этот красный дракон, с которым я встречался, загорается зеленый маячок. Если нет, красный. Какого цвета маячок? Красный. Что ты делаешь в этом биополе-паразит? Считай цифры над головой дракона. 1271. 1271. Хорошо. 1271. Итак, что ты делаешь в этом биополе? Он показывает. Он показывает какой-то коридор. И там он ее видит. Он видит ее яркие энергии. Он формирует эту воронку, в которую она попадает. Где этот коридор находится? В доме, где она живет? Или в квартире ее? Нет. Где она? На работе? Здание. Здание он показывает. Здание. Значит, ты подкинул ей воронку, находясь в этом здании. Сформировал. Да, он увидел ее энергию в этом коридоре. Хорошо. Сформировал воронку, в которую она попала. Ты не увидел никаких защит у нее? Никакого намерения? Или ты? Он показывает. Он показывает, как он видит эти энергии. Да. То есть он видит ее энергии, они выдаются за границы ее тела. Я имею в виду, они не сгармонизированы. Она одна выходит, например, красная или зеленая. Она таким потоком выходит из общего биополя. Понятно. Энергия не сгармонизирована. Это значит, что она не давала себе команды синхронизировать с энергией вибрации. Не заправлялась энергиями. Или как это понимает дракон? Что бы могло тебя остановить, чтобы ты этого не сделал, скажем так? Ты не видел Меркаба в ее биополе? Или ты это все видел и все равно использовал свою силу для того, чтобы войти в нее, нарушая законы мироздания? Именно это я и пытаюсь сейчас узнать. Оболочку Меркабы он видел, но воронку он сделал сильную, выше того, что она установила. Хорошо. Проговаривая. Значит, таким образом, таким образом, ты видел ее намерение, ты знал, что ты действуешь против ее воли, правильно? Он на нее смотрит и показывает, что он видит и говорит, что я бы не назвал это намерением. Все, что я вижу, это вот эти энергии, которые выходят из ее общего биополя. Он показывает других людей рядом вокруг нее, которые ходят за границей этого здания, в этом здании, и там серость такая. А здесь он видит яркость, и поэтому он сформировал воронку, чтобы подпитаться. И что здесь следовало сделать для того, чтобы ты не вошел в ее биополе? Я хочу услышать ответ. Он показывает энергию ее, судя по тому, что он видит вот эти энергии, какие они. Она не первый раз их уже приводит в нормальное состояние. То есть она не первый раз возвращается в чистоте энергии, но никогда не доводит до конца. Силы нет внутри. Эти энергии, они как яркие, но они не насыщены именно ее силой. Хорошо, это твое объяснение. Ты оставил что-нибудь на своей чистоте в квартире, где живет Ольга? Нет. Хорошо. Даю команду скейнеру на счет 3. Скейнер сканирует пространство над головой Ольги под ногами, 360 градусов вокруг нее. Скейнер сканирует все 7 тонких тел Ольги, находит все. Но у нее энергии действительно разгармонизированные все. Понятно. Больше подселенцев нет, да? Сейчас смотрю. Чисто. Хорошо, значит это только дракон. Я прошу Лива идти со мной на связь. Ли на связи. Ли, у меня здесь один вопрос. Посмотри, пожалуйста, этого дракона, который у меня здесь красный находится. 1271. Он находится на работе, где клиент работает. Мы клиента чистили. Он буквально через день зашел. Он говорит, что не видит там намерения, энергии разбалансированные. Меркабу он видел. Мне просто непонятно, он зашел против ее воли или там воли не было. Ли не отвечает на такие вопросы. Хорошо, значит это да. Я могу его отпускать, Ли? Нет, они его заберут, потому что там, где он установил ей воронку, есть его плата и может быть другие подключки. Поэтому они его заберут. Хорошо, благодарю тебя. Воронку я могу уничтожить, да, его? Да. Под воронкой открываю портал в галактическое ядро и воронка уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Ну, я думаю, ответ Ли не дала по той причине, потому что ответ очевиден. Она не берет на себя ответственность брать ответы кураторов. Абсолютно верно. И советовать что-то душе. Она здесь, чтобы заниматься интерферентами. Все правильно. Этот вопрос был вообще неправильно поставлен. На этот вопрос был, наверное, скорее всего, к ее куратору. Я прошу куратора выйти со мной на связь, если может он, и в этой ситуации дать какой-то совет Ольге. У нас в комнате мужчина. Снимается маской и голограммой. Фантом предстает перед тобой, согласно своему эфирному коду ДНК. Ну, приветствуем куратора Ольге. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Мое имя Сеул. Сеул. Приветствуем вас, уважаемый Сеул. Вы куратор Ольге. Я куратор Ольге. Уже много лет. И я пытаюсь достучаться до нее, но она не доводит начатое до конца. Ее душе самой нужно развиваться. Познавание энергии, познавание себя, своих сил и знаний. А она раздает свои энергии, обращаясь то одному, то к другому, то к третьему, то к десятому. Но не доводит до конца знания, бросает на полпути или не понимает смысл тому, чего обучается. А ведь это ее жизненная задача. Осознать свои энергии, их силу и развиваться в этом направлении, помогая себе и другим. В нее большой опыт жизни на Земле. Совмещая жизненный опыт с внутренними энергиями и знаниями, это может привести к хорошему духовному росту. Переходу высшему, я на высшую ступень. Но она погрязает в материальном мире. Материальном, я бы сказал, еще от слова «матрица». Она погрязает внутри, а может находиться выше, в других энергиях, в других вибрациях. Не доводит до конца свой интерес. И вот она у вас. И мы в комнате диагностики. Спрашивайте, что вы еще хотели знать. Я вам честно говорю, я благодарю за ваши слова, уважаемый Сиул. Меня просто удивило. У нас очень мало клиентов, которые… Мы знаем, что она попала благодаря вашим усилиям в эту комнату диагностики. Вы достучались. Но у нас очень мало клиентов, которые так быстро возвращаются к нам. Здесь буквально в течение одного-двух дней она была подвержена удару дракона. Я даже словам дракона не поверил сначала. Потому что он сказал, что она разбалансирована. Там нету такого глубоких знаний, глубоких намерений. В принципе, косвенно подтвердил то, о чем вы говорите. Я просто не знал, что ей посоветовать в такой ситуации. Лучше ваших слов. Мне, в принципе, нечего ей сказать. Нечего. Мне даже спрашивать нечего. Если вы хотите от себя что-то добавить в этой ситуации, кроме того, что вы уже сказали, мы были бы вам очень признательны. Я не знаю, что ей посоветовать, чтобы оставаться чистым. Кроме того, что мы ей дали инструмент, чтобы выдавливать из себя негатив, чтобы заправлять себя энергиями, чтобы чувствовать эти энергии, визуализировать их, гармонизировать себя. Но Ольга нам пишет очень большие просто письма и повторяется очень часто в своих словах. Я не совсем понимаю, честно говоря, как я могу на нее достучаться. Эти слова остаются словами. Ее намерение не переходит в желание узнать это. Она давно знает, что существуют кураторы, что существует Высшее Я, что встречи возможны. Но ее слова остаются в материальном мире. Абсолютно верно. Она знает об этих возможностях. И точно так же мы могли пригласить вас. И она могла бы задать 10 вопросов. Но ее пока интересовало, почему ей не стало легче. Уважаемый Сеул, я бы очень рад был бы задать вам какие-то вопросы. И не хочу, чтобы мы на этой, так сказать, немножко печальной ноте заканчивали, потому что в этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами, которые есть на Земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Сеула, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его визит, за его совет, за его слова. Просто на добрые воспоминания об этой короткой, незапланированной встрече. Это прекрасный подарок. Я с удовольствием принимаю его. Но для меня, как куратора души, самый лучший подарок – развитие души. Абсолютно верно. В этом случае… Развитие, услышьте меня, не очищение, не защита, а развитие души, развитие понимания своих энергий, чувства своих личных энергий, знания откуда, знания их силы. Значит, речь идет о глубине. Именно так. Уважаемый Сеул, я больше чем уверен, что мы не последний раз встречаемся. Если у вас есть какое-то напутствие для своей подопечной, или вы все сказали… За все эти годы у нее накопилось достаточно информации, чтобы двигаться вперед. И если она переключится с материального на духовное, она поймет, что ей не хватает укрепления и развития именно ее души и внутреннего стержня. А также я бы хотел поблагодарить вас за возврат души. Это наша работа, мы с удовольствием… Цельная душа – это самая большая благодарность, которая может быть на планете Земля. Так и есть. Так и есть. Все лежит в ее руках. Мы со своей стороны сделали все, что могли, но мы не можем взять за нее ответственность в ее жизни. Этот путь она должна пройти сама, сама сделать свой выбор и поднять свое высшее «я» на более высокий уровень, решив все свои кармические задачи. Именно для этого мы и приходим на эту замечательную планету Земля. Для развития, а не для того, чтобы, наоборот, утопать в каких-то болотах. Уважаемый Сеул, очень было приятно с вами общаться. Я не прощаюсь с вами. Я говорю до скорых встреч. Всего вам наилучшего. Надеюсь, мы еще увидимся. Да будет так. А так и есть. Рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Ольга, здесь больше добавить нечего. Вы слышали слова своего куратора, вы поняли его? Очень интересный ответ. Я действительно много чем занималась и даже обучалась. Но может быть, что-то я не до конца делала, не до глубины понимания энергии. Проанализируйте эту ситуацию, что-нибудь отрезонирует. Я думаю, во время прослушки этого сеанса вы почувствуете пару сигналов от своего куратора. Он всегда с вами на связи. Я всегда стучалась для защиты. А может, мне нужно стучаться для развития? Защита, она идет изнутри, всегда, наружу, а не снаружи, вовнутрь. Прекрасное слово. Если у вас крепкий ваш внутренний стержень, то эта защита и есть та, о которой вы, в принципе, мечтаете. Она изнутри, вы ее расширяете за пределы вашего биоробота, за пределы своих тонких тел. И вот это именно та защита, о которой и дракон говорил. Если бы он увидел такую защиту вашу, с вашими родными энергиями, он бы никогда не подошел к вам. Точно так, как и другие неприятные моменты. Но все начинается изнутри. Вы должны изнутри что-то понять, для того, чтобы сначала в голове что-то понять, чтобы изнутри все это пошло. Подумайте над этими словами. Я думаю, вы найдете обязательно какое-то решение. Иначе жалко, чтобы такие знания пропадали, которые вы уже имеете. Непримененными, так сказать, оставить их. Давай заправим сейчас Ольгу, ее родными энергиями. Посмотри, сколько ей нужно энергии, какая частота и вибрации. 380, 125. На счет 3. В макушку головы Ольги начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Красный пошел, оранжевый пошел, желтый пошел, зеленый пошел, светло-голубой пошел, темно-синий пошел, фиолетовый цвет пошел. Все по 380% каждый. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, Ольга, мы сейчас вам показали, как заправляться энергиями в очередной раз. Вы сейчас поняли, о чем идет речь? Да, я увидела свои внутренние энергии и поняла, что мне нужно не защищаться, а развивать себя изнутри. И тогда это и будет моей защитой. Абсолютно верно. Я очень рад, что вы это поняли. Хорошо, будем возвращать вас назад. Я увидела. Хорошо. Свои энергии со стороны. Теперь вам надо их еще прочувствовать, находясь в своем биороботе. Когда вы эти команды даете, вы должны это еще прочувствовать в виде легкой вибрации. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Ольги в ее систему «Биоробот-душа». Заводим, подключаем к каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.